Отцы, Матери, Братья и Сестры Иоанна Матфея, Иоанна Богослова, Божественной Литургии И в Евангелии от апостола Иоанна Матфея Боли слова Господа, Господь говорит нам Он расскажет нам о нашей духовной жизни, о спасении души И расскажет, как ее душу спасать, что нужно сделать Многие вещи мы уже научились и знаем с вами Что надо ходить в храм, надо исповедоваться, причащаться Надо каким-то образом готовиться к исповеди Не просто что-нибудь, что в голову взбредет, но готовиться Не просто причащаться, приходить, открывать рот, положили и пошел Частичку тела и крови Христовой А вот надо готовиться И вот что-то мы же умеем, что-то можем В чем-то получили свободу Божию Но очень многого еще не знаем И очень много еще не сделали Мы только начали что-то делать в духовной жизни Даже если мы годы, десятилетия провели в храме Потому что самое главное делание, это не внешнее Это не то, что происходит с нами в событийном мире Когда мне что-то в рот положили Я что-то сказал на исповеди Я какие-то молитвы читал Но самое главное, духовная жизнь Происходит здесь у нас в сердце И вот в сердце, что у нас происходит Многие, даже десятилетия проведя в храме Сказать не могут, даже на исповеди Вот каким плодам приводит тебя внимательная жизнь Что-то происходит, какие страсти Какие суетные мечтания Приводили тебя к каким-то событиям жизни Или разочарованием, или обретением Вот, почему у тебя в жизни скорби Почему, ведь на все вопросы есть ответ Скорби, скорби напрасных не бат Если какие-то в жизни скорби Значит это воздействие на наши грехи Чтобы мы исцелились Значит ты должен это понять Какие грехи мне вращивает Господь Этими скорбями Почему эти скорби не отходят от меня Ведь мы, когда читаем Евангелие Когда служим в Ектинии На литургии читаем Избавим от всяких скорбей Гнева и нужды Что это значит? Это не значит, что Вот прекратятся все скорбные события в жизни Это не значит, что я перестану болеть Это не значит, что мне нужно будет трудиться Просыпаться, работать Чтобы зарабатывать деньги Они будут сыпаться сами на меня сверху С неба Это не значит, что мне надо будет добывать хлеб На сущне тяжело Просыпаясь, слушаясь начальника Передвигаясь на метро Я хочу спать в это время А мне скорбно Ехать на метро тяжело Это долго Или на машине Или еще куда-то Как-то Нет Избавиться от скорбей Это избавиться Как избавиться от скорбей? Какой главный рецепт? Вы знаете? Или нет? Единственный рецепт Избавления от скорби Это смириться с ними Мы скорбим, потому что мы едем в метро И возмущаемся Мы скорбимся, потому что просыпаемся утром И ропщим А нам хочется спать Мы ропщим Что возмущаемся Ропщим То есть не смиряемся Вот и все Очень просто Если мы просыпаемся И говорим Слава Богу, что я проснулся Как хорошо Я пойду сейчас на любимую работу Буду служить людям Своей работой А где скорби? Где они? А если человек едет в метро И вместо того, что возмущают Как тяжело Тут так долго ехать Он открывает молитвослов И начинает молиться А где тут скорби? А если человек заболел И говорит Слава Богу за все Заболел Значит я хотел сегодня бежать дальше Грешить Приобретать деньги Слава власть Бегать по суетным своим дорогам Жизни своей Какие-то намеревался сделать Приобретения Которые мне не нужны Какие-то чемоданы без ручек набирать Продолжать сегодня В своей жизни Господь мне дал болезнь Чтобы я имел возможность Помолиться Чтобы я мог успокоиться В себя прийти В себя прийти Очень важно Понять, что ты выбежал из себя И бегаешь Рыщешь Что-то ищешь Что-то хватаешь А где скорби в болезни Если чем Бога благодарит Если он берет Евангелие Молится Читает святых Жития святых Которые тоже скорбили Проходили Где скорби? Они вообще Где эти скорби? Их нет Это только наша реакция На события нашей жизни Это и есть скорбь Скорбь это реакция наша Наша скорбь Это наше возмущение и ропот Вот скорбь Другой скорби не существует Избавить нас от скорби Это значит Господи даруй мне силу Смириться И благодарить за все И тогда скорбей Просто не бывает Их нет Мы сами их себе организуем Сами Своим возмущением и ропотом И вот братья и сестры В сегодняшнем Евангелии Господь нам рассказывает Об этой внутренней жизни Мы об этой внутренней жизни Должны родить Да умеем молиться Да умеем поститься Но теперь мы должны научиться Внимательной жизни В сердце своем Понять почему мы скорбим Почему мы ропщим Почему такая болезнь в моей жизни Или такие нестроения Или это не получается Или я потерял близкого своего Почему этот близкий ушел от меня Не потому что вот так вот Богу захотелось Чтобы я мучился Но наверное Есть много причин для этого Много причин Хороших, добрых, нужных причин И для меня И для моего ближнего Поэтому мы сейчас с ним не вместе Есть много причин для того Чтобы я болел И все это открывает нам Господь Но только тому, кто не ропщит Тому, кто возмущается Ропщит, унывает Любой грех закрывает нас от Бога Любой грех отупляет нас Делает глупыми И поэтому, братья и сестры Мы должны Вот этой духовной жизни учиться А как ей научиться Духовной жизни? Ну вот в храме 200-300 человек, прихожан Не хватает времени священников С каждым в сеть И подробно Три часа ему Рассказывать Как ему вести Внимательную жизнь Нет такой возможности У священников Нет такой возможности У епископов Сидеть И вот каждому Иди сюда Пойдем Я всех оставлю Свои 200 прихожан Будут где-то там А тебе одному Буду рассказывать Как тебе научиться Духовной жизни Внимательной духовной жизни Поэтому что? Мы должны учиться У Господа А как научиться У Господа Если мы не читаем Евангелие Если мы не слушаем Богоспасительные слова Никак Значит и нет Духовной жизни Тот, кто не читает Евангелие Тот, у кого нет Духовного окормления Тот не ведет Духовную жизнь Он просто ходит в храм Причащаться Исповедоваться Он просто что-то Говорит на исповедь Что-то говорит Там что-нибудь Что в голову сбрело Нет Духовной жизни А Духовная жизнь Есть, когда мы читаем Иванье открываем Там читаем А кто хочет по мне Идти сегодня Мы считаем Да отвергнется себя И возьмет крест свой Что это значит Куда Господь зовет за собой Кто хочет по мне идти Кто хочет за Христом идти Христос идет куда Братья и сестры Он идет на Голгофу Он идет распинаться Не просто чтобы распяться И помучиться И умереть А он идет распинаться Чтобы воскреснуть Чтобы спасти род человеческий Чтобы привести людей Ко спасению Он идет распинаться И чтобы войти в Царствие Небесное И людей туда привести Вот кто хочет воскреснуть Вместе с Господом Кто хочет Привести И ко спасению своих ближних И данных других людей Кто хочет жить вечно С Богом В радости В том мире В том состоянии Где нет маленьких Или больших пенсий Никаких пенсий нет И зарплат тоже нет Там нету Выхваления У этого дороже машина У этого дешевле И поэтому идет соревнование У кого дороже машина У кого больше дом Нет этого Нету ропота Нету возмущения Нету осуждения Это Царствие Небесное Там живут люди Которые друга любят Все любят друг друга Поэтому никого не засловят Никто ни с кем не ссорится Никто ни с кем Никого не осуждают Там в Царстве Небесном Вот если мы хотим туда идти Вот в этот мир Где не ропщик Где вот этой грязью Не поливают свои сердца Если мы поняли Что это плохое удовольствие Это мрачное удовольствие Это греховное удовольствие А кого-то осуждать Злослоить Хвастаться Тщеславиться Сребролюбствовать Покупать себе Что-то дороже Чем у кого-то Чтобы превознестись И прочие эти блудные Чревоугодные Это плохо Это мерзко Я не хочу это Если мы это поняли Братья и сестры Что это плохо Что это не хочу Мы еще должны захотеть От этого избавиться По-настоящему Понимаете Захотеть избавиться От осуждения Которое столько удовольствия Приносит Так приятно Кого-то осудить Очень приятно Я лучше, чем он Они жадные Заявляют человек Чтобы Я щедрый Он имеет в виду Они Вороватые Значит он заявляет Что он честный И так далее Такое приятное удовольствие И поэтому В осуждении Почти никто тоже не кается А если кается То кается неискренно Просто называя Можно назвать Свою грех Наисподи Но здесь В нем Не каяться Не раскаиваться Знаю Что ты любишь Этот грех И что ты к нему Вернешься И вот Братья и сестры Значит Мы должны Если мы хотим Достигнуть Царства Небесного Должны Идти за Господом И избавиться От этих грехов Которые мы полюбили Мы любим Эти грехи Поэтому мы продолжаем Совершать Мы получаем от них Удовольствие От гордыни От суждения От зависти От тщеславия От чревогоднего Мы получаем от этого удовольствие Мы любим это удовольствие Поэтому продолжаем Их совершать Но мы не войдем В Царствие Небесное Если мы не разлюбим Эти грехи И не перестанем Совершать Не очистим сердце А что для этого надо делать Чтобы идти за Христом Одно условие Одно Во всем Евангелии В сегодняшнем Оно было названо Надо отвергнуться Себя Все Больше ничего Только отвергнуться Себя Что значит Отвергнуться Себя А это значит Что есть в нас Такой страшный грех Который называется Своеволие Слышали такой грех Слышали Но никогда его На Исподи Не говорите Да Я очень редко слышу Что кто-то говорит Что он своевольный Но это уж только тот Который у нас приезжал Много раз слышал Когда я говорю В остальные Это грехи Даже не называют Своеволие Съел там Сказал Еще что-то Своеволие Из-за своеволия Мы мало молимся Потому что не хотим Мы из-за своей воли Опаздываем в храм Из-за своей воли Ругаемся Из-за своей воли Мы все грехи совершаем Но люди даже Не говорят Это на рех Не то чтобы В нем раскаяться Не то чтобы Его увидеть В себе Даже не говорят Его просто Как перечень Я знаю Я знаю Да что вы Что вы батюшка Что вы Смиренный Кроткий И по воле Божьей Живу Вот прям так и говорят На исповеди Так вот Пока ты так живешь Пока ты видишь Своеволия Очень сильного Которая нас приводит В уныние Почему я унываю Потому что я своевольный Я хочу чтобы вот так вот было А оно не вот так Как я хочу А оно по воле Божьей Происходит Не по моей И я унываю Почему я воробщу Почему возмущаюсь Потому что я своевольный Я хочу чтобы вот так было А оно по воле Божьей Почему я боюсь будущего Почему я вздрагиваю когда что-то щелкает, вот любые православные христиане, что-то щелкнул, бах, подпрыгнул, идет в нервном ожидании каких-то неприятностей, почему, на глазах это происходит, потому что человек боится будущего, он не хочет, он боится, что будет не по его воле, не так, как он хочет, и многие кучи мучений, вообще на вся жизнь, 90% мучений, это своеволие, это тот грех, который никто даже не говорит на исповеди, поэтому, Господи, отвергнуться себя надо, вот этого своей воли, пусть будет не так, как я хочу, а так, как воля Божия, бах, трах, а человек не вздрагивает, он не боится будущего, он не боится ни приятностей, ни погоды, ничего не боится, потому что знает, что будет по воле Божией, а раз будет по воле Божией, значит это благо для меня, почему я должен бояться, что воля Божия восторжествует, вот несвоевольный, отсекающий своей волей человек, он не боится будущего, он не вздрагивает, он принимает все, что Господь нам полезет, Вот отвергнуться себя, взять крест свой, он смиряет, то есть это первая часть этой заповеди, кто хочет за мной идти в Царствие Небесное, своей воле отвергнуться, жить по воле Божией, на послушании церкви, сказал батюшка, написано в уставе, вот пусть так и будет, вот это же не я написал, а Господь написал, Господь через священника говорит, учит нас, вот пусть так и будет, я не хочу своей воли. И человек, который отсекает своей воли, у него скорби нету, нету, ну нету у него скорби, скорби только у своевольного есть, понимаете, у своевольного, больше ни у кого. Если человек живет по воле Божией, он всегда радостен, светил, вот все, слава Богу, там, где-то надо пройтись, слава Богу, где-то надо потрудиться, слава Богу, где-то надо поболеть, слава Богу, все, слава Богу, все хорошо, все радостно, светло, несвоевольное, жуще по воле Божией, ничего не боится, не вздрагивает, не подпрыгивает, боится только грехов. И это значит отвергнуться себя, то есть жить по воле Божьей. Есть воля Божья, она другая, не такая, как у нас. Есть воля наша, которая говорит, хочу слаще, хочу вкуснее, хочу больше, чем у них. Вот этого надо, вот этой грязи, этого смрада надо отвергнуться, найти эту грязь свою волю. И второе, что говорит Господь, отвергнуться себя и взять крест свой. То есть не просто лечь на диван и лежать, да, за все слабого лежать на диване, взять крест свой. А взять крест, это распяться на кресте заповедей Божьих. То есть исполнять заповеди Божьи деятельно, то, что сказал нам Господь. Вот что нам повел Господь в нашей жизни взять крест. Вот дал мне кому-то хроническую болезнь, как Матроне Московской. Вот у нее она была слепая, парализованная. Конечно, скорби такие физически, телесные, мрастные, мрастные, морально потерпела, которым нам и не снилось вообще. Даже вот мы не представляем, как это всю жизнь лежать. Наслепленным, непарализованным. Хотя нам кажется, что наши скорби самые большие. Да они вообще микроскопические. Вот она лежала. Но при этом не просто лежала и разлагалась морально. А она, ну раз вот меня Господь попустил, значит я буду лежать, я буду молиться, я буду служить Господу, исполнять Его волю. А служить Господу, это значит служить людям. Вот Господь, я буду служить людям, я готова внутренне служить людям, хочу им служить, люблю людей, всем буду помогать. Господь это видит в сердце. Готова, можешь служить людям. Сейчас люди тебе и пойдут. Раз готова и будешь, и можешь. Слушай, вот крест свой взяла. А могла роптать, возмущаться и проклинать судьбу, как многие делают из нас. Но она взяла свой крест и служила Господу. Смирившись, приняв, смириться, значит, надо с волей Божией. И деятельно эту волю Божию исполнять. Опять где ее узнать? Возвращаемся на круги своя. В Евангелии, которые мы читаем, часто почти не читаем. Или читаем редко, или читаем невнимательно. Или читаем без толкования святых отцов. То есть мы должны деятельно, внимательно читать Евангелие, узнавая волю Божию, новозаветную волю Божию. И исполнять эту святую волю Божию. Чтоб достигнуть Царствия Небесного, братья и сестры. И далее в сегодняшнем ванне Господь говорит, что «А кто хочет душу созберечь, потеряет ее. А кто душу потеряет, ради меня Евангелие обретет ее». Святые отцы это слово переводят «душа» как «жизнь». Кто хочет жизнь свою прожить для себя, потеряет эту жизнь. Кто эту жизнь потратит, погубит для себя, то для себя не будет жить, будет жить для Христа и для Евангелия, обретет эту жизнь. Примеры прекрасно мы видим перед нашими глазами. Человек, который все же жил для себя, думал, как кого использовать для себя. Жену, детей, государство, правительство, подчиненных, начальствующих. Всех эксплуатировал для себя, чтобы себе заработать, себе набить карманы, разбогатеть. Разбогател, набил карманы, потом постарел. Это все быстро очень в жизни проходит. Закопали в землю, зарыли, ну и забыли, в общем-то. Ходят, что-то там говорят, вот он был, вот он был. Жил для себя. Жизни не обрел. Не просто зарыли. А он еще и жил, не радовался жизни. Почему? Потому что если ты в грехах находишься, если ты применял свои способности, чтобы людей оббирать, или чтобы невозможно часто разбогатеть, если ты не нарушаешь заповеди Божьи, там не солгал, тут не обманул, тут залежал и товар не продал. Там обманул государство, здесь обманул покупателей, там еще кого-то. Это очень много-много количества грехов с этими деньгами приходит к человеку искушений. А когда ты в грехах, ты радоваться не способен, ничему. Тебя ничто не радует. Вот если внутри у тебя озлобление от зависти, от воровства, от блуда, то тебе ничто не радует, ни деньги. Что Господь, Всевышний Евангелий говорит? Если весь мир приобретете, а душу свою погубите, какая вам польза? Что вы будете? Как будете радоваться этому миру, этим деньгам, этим городам, странам, которые вам принадлежат? Если внутри вас злоба, осуждение, зависть, ничего не будет радовать. И другой пример, например, наши святые угодники Божьи, в наше время мы знаем, старец Зосима Сокор, или Иоанн Крестьянкин, Архимандрит, или другие угодники Божьи, которые жили не для себя, а для Бога. Вот, пожалуйста. На послушании церкви, на послушании в монастыре, как Господь благословил в монастыре, значит, в монастыре, а пост, значит, пост, молитва, литургия, значит, литургия, жили не для себя. Вот, они действительно жили. Господь служил людям, люди к ним приходили, и они отдавали свою жизнь людям, были радостные, светлые, в старости были очень энергичные, сильные, бодрые, радостные, и утешением служили для всех людей. Жили не для себя. Вот нам тоже пример. Чем больше мы живем не для себя, стараемся, а для Бога, и для церкви, и для людей, тем больше наша жизнь становится жизнью. Чем больше мы живем для себя, для своей выгоды, эгоизма, из-за своего корыстолюбия, тем меньше у нас эта жизнь интересного происходит, радостного. Об этом сегодня нам Иисус Христос, Господь, нас говорит в Евангелии. И далее заканчивается сегодняшняя Евангелие словами, есть некоторые из вас здесь стоящих, это обращено не только к тем, которым Он говорил, находясь земной жизни здесь, на земле, ай, нам с вами. Вот некоторые из нас здесь стоящих сегодня, на литургии, слушавших это Евангелие, которым нам сегодня говорит Господь, есть некоторые здесь стоящие, которые не могут вкусить смерти, а увидят уже Царствие Божие, грядущее в силе, здесь на земле. То есть люди, которые будут еще жить здесь на земле, еще на земле, в которой есть какие-то большие, маленькие пенсии, дорогие, дешевые автомобили, какое-то, у кого-то дешевле больше одежды, больше и меньше славы, но вот в этом греховном мире находясь, где надо добывать хлеб себе насущный, но эти люди не будут добывать хлеб себе насущный, потому что Господь их будет кормить. Это и в Царстве Небесное, в силе Божии приходящих. Например, пророки, там Илья Пророк, или Антоний Великий, другие годники Божьи, которыми вороны, птицы приносили еду, они просто молились, самое главное в дирижении, искали в Царствие Небесное, а все остальное прилагалось. И вот в Царстве Божие в Сирии, пожалуйста, птицы прилетают, кормят хищные, которые хищники воруют, которые воруют еду, они приносили и кормили этих людей, святых водников Божьих. Царствие Божие в Сирии, Серафима Саровс, который приходил, дикий медведь, дичайшее существо, которое страшный, очень хищник, который непобедимый в бою, приходил, смиренно, кротко, брал ему из рук траву. Вот в Царстве Небесное в Сирии, Герасима Орданского, которого лев носил воду в монастырь, лев, хищник. Усмирялись звери кротостью любви Божией, которая исходила за этих водников Божиих. Вот водники Божии, которые, как Сергий Радонежский, в Царстве Небесное в Сирии, которые воскрешали умерших, по их молитве воскрешал Господь. Но это не главное, то, что внутри, снаружи происходит лев, воскрешение мертвых, чудеса прозорливости, покаяния. Самое главное, что внутри происходит. А внутри Христос. Вот это и есть Царствие Небесное. Когда то, о котором говорит апостол Павел, что уже не я живу, но живет во мне Христос. Нет апостола Павла, нет его своего, нет того, чего он хотел до этого. Может быть, хотел славы, может быть, хотел денег, может быть, хотел повкусно кушать, есть, спать. Уже этого не хочу. Хочу только то, что хочет Христос. И говорю то, что говорит Христос. Вот живет он и Христос, живет любовь. Вот это и есть Царствие Божие в силе. Те, кто богослуживает, богостицы, как слепец, сказал Исследованный Христом, я веду, я знаю, что грешники Бог не послушает, но кто богостиц и богостиц, того послушает Бог. Вот человек, который разговаривает с Богом, который богослужит и знает, что Бог служит людям, просит Господа, а Господь исполняет его молитвой. Вот Царствие Божие в силе пришедшее. К нему приходят, просят к этому годнику Божию, он молится, Господь исполняет твое прошение и совершается просимое. Царствие Божие в силе. Царствие Божие в силе, когда любовь, когда нет тропота, нет возмущения и с Богом близкие взаимоотношения, Бог внутри тебя. Ты молишься Господу, и Господь исполняет все, что ты просишь. Господь тебя просит, ты все исполняешь, что Господь просит. Вот такая вот любовь человека к Богу и Бога к человеку, вместе идущих в Царствие Небесное, когда человек отвернется себя, возьмет крест свой и идет за Богом. Поэтому помоги нам, Господи, братья и сестры. Это все можно очень легко увидеть и очень легко проверить вот в нашей жизни, прямо сегодня, прямо сейчас. Что-то я хочу сказать, не буду делать то, что хочу, буду искать волю Божию. Господи, управи, объясни, разуми, что я должен делать. И Господь не будет скрываться, Он нам тем или иным способом свою святую волю откроет. И у нас будет выбор, свою волю сотворить или Божию. Если свою сотворить в волю опять, в которую снова будем несчастными, разочарованными, унылыми, запуганными и еще какими-то опустошенными. Если скажем, ну не хочу свою волю творить, ну надоело уже, это рабство. Пойду покаюсь на исповедь, я узнал, что оказывается есть грех своей воли после 30 лет церковной жизни. Батюшка, каюсь я своей волей, простите меня, уже легче будет. Не хочу свою волю, буду волю Божию творить. И каждый раз, когда буду творить волю Божию, будем становиться счастливее, спокойнее, радостнее, светлее. Все ближе будем приближаться к Голгофе, к своему распятию, но и воскресению и к жизни вечной. Поэтому помоги нам, Господи, чтобы мы отвергали себя, отвергали своей греховной, честной воле, исполняли все больше и больше, все чаще и чаще, все усердно и ревно с ней, и с большей радостью волю Божию святую искали, исполняли, и понимали, что вот мы становимся счастливее, вот благодатья Того Духа нас наполняет, это увидели в нашей жизни. И все больше и больше стяжевая благодатья Того Духа, исполняли волю Божию, наполняли с радостью и спасением, и любовью, и жизни вечной, и Царствием Небесным, который уже здесь, на земле, к нам приходит, и в вечность нас ведет со всеми святыми, от века Богу угодившими. Аминь. Аминь.